Здравствуйте! Привет! Но умнёт, а я ещё нет Как вас одна понимала Этот поезд в огне И нам не на что больше жать Так, это приёмно Не плачь, Маша, я здесь Не плакать, солнце взойдёт Сыркалочки не говори Ласточком прыг прямо на двор Никита Рязанский Строил город, и ему не хватило хвостяня Ну, а где хорошая фраза, такая песня? Я вспену, мой Герасим, мама А так я война и мир У этого человека разные имена Борис, Борис Борисович, Боб Или просто БГ У меня их много, у меня и индийских имён Есть много и тибетских Полно имён Он основатель группы «Аквариум» и легенда русского рока Вот он, легенды никакой нет В этой комнате легенды и не пахнет Сид абсолютно обычный человек Дворовый Учитель, гуру, пророк Проповедник идей и даже создатель нового учения Всё моё учение, если есть, оно в песнях И я просто передаю то, чему я научился Также через музыку и передаю Борис Гребенщиков Человек, которого интересует только музыка Я этим посвящаю 15-20 часов в день На протяжении последних 36 лет Всё во вселенной – это музыка То есть для меня музыка – это синоним Всего, что мне интересно, что я люблю И что мне жизненно важно сделать Ну что ж, теперь, когда вы проникли в святая святых И всё здесь изучили Какие у вас возникают вопросы? Туман над янцем Туман над янцем Душистой, как шерсть Небесной лисы Я выбросил компас Растоптал в пыль часы И вышел плясать В туман над янцем Если взять так вот Всё, что Боря написал за свою жизнь То это будет один роман Очень сильный роман Роман человека за жизнью Его невозможно отделить от музыки Ну правда, на мой взгляд Вообще страшно смешно Я Борю знаю Ужас подумать, сколько лет Периодически у него случаются юбилеи В его честь снимается кино Прямо как сегодня Я должен говорить всякие слова Поскольку отношение моё к нему не меняется Я вынужден говорить практически одно и то же Но всё это истинная правда Это очень богатая личность Поэтому мне как священнику Как монаху Есть чему у него поучиться В моей жизни этот человек присутствует Как вообще Борис может присутствовать По его, наверное, желанию в жизни других людей Вот мою жизнь он Этим праздником, можно сказать Одарил И я ему безумно благодарен Пора сироп нарушать Всё слишком сладостно получаем Давайте, драма, драма А драма произойдёт Всего через несколько минут В конце выступления группы Аквариум На рок-фестивале В Тбилиси, 80-й год Вскоре Бориса Гребенщикова Исключат из комсомола Уволят с работы А группу Аквариум Официально запретят Как все мы рассчитывали на то Что мы будем там главными Мы оказались главными Но немножко с другой стороны Потому что из Тбилиси Пришло письмо В горком партии Что группа Аквариум Приехала на фестиваль Тбилиси Занималась на сцене Антисоветской пропагандой Гомосексуализмом И раскидыванием листовок Его, по-моему, оборевало Страшное желание Моментально сломать Всё, что у него только что Хорошо получилось И следующее сделать наоборот Вот в такой они играли панк Настоящая панк-банда Выскочила на сцену И шокировала всех грузин Он со своей группой самодельной Поехал туда Играли рок от души по-чёрному Им страшно не повезло со звуком Там вообще всё было плохо В смысле аппаратуры Но им не повезло особо Они звучали чудовищно плохо Что вписывалось в панк-концепцию абсолютно То невероятное ощущение Задохлости Застовы И безумной скуки Которая иначе царила на сцене Её можно было Как-то сдвинуть с места Только, ну, каким-то Поведением Я не скажу экстремальным Потому что мы ничего экстремального не делали Ничего такого они на сцене не вытворяли Если Не считать Нависание Бориса Гребенщикова Над прогибающимся к полу Виолончелистом Севой Гакелем С виолончелию между ними Я в этом никакого намёка на сексуальный акт Не усмотрел, кстати А потом в песне «Видел ли ты летающую тарелку» Они стали китать тарелочки фрисби Прямо в зал Увидел ли ты летающую тарелку Одна из них попала Прямо в лоб Представитель жюри Композитору Юрию Сергеевичу Саульскому Это было последней каплей Он вскочил Убежал из зала Члены жюри бросились за ним Лучшие наши группы Работают в этом жанре Очень самостоятельно Используя форму Уже существующую Но которую они видят И слышат по-своему Мы возвращаем уроку Его смысл первоначальный То есть это музыка Для молодых И свободная музыка Все члены жюри Были абсолютно шокированы Эта эстетика Они впервые с ней столкнулись Ничего удивительного Что даже у таких симпатичных людей Как Юрий Саульский Это вызвало просто неприятие Какие нервные лица Быть в беде Всего 24 часа С работы И с комсомолом Я был отовсюду уволен Зачислен в черный список Чуть не под первым номером Но Это конечно было печально В тот момент Потому что кажется Это сколько лет 30 Мне было с чем-то И кажется Что жизнь навсегда Уже зачеркнуто Закрыто И все И теперь придется бомжевать А потом пришел наш флитист Говорит А чего ты Иди ко мне в бригаду сторожей Я пошел к нему В бригаду сторожей Поколение дворников И сторожей Потеряло друг друга В просторах Бесконечной земли Все разошлись По домам Всем было страшно В начале 80-х Проводить даже Любой концерт Наш любой концерт Мог закончиться В Кутузке Даже Для любого зрителя Вот этих подпольных концертов Подпольные концерты Вызывают Огромный интерес К группе Начинается Настоящий расцвет Аквариума Но музыканты Все больше рискуют Если бы я знал Что такое Электричество Я сделал бы шаг Вышел бы на улицу Зашел бы в телефон Набрал бы твой номер И услышал твой голос 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 Ну это так нравилось Молодежи Эта музыка Что все Все занимались этим Подпольные группы были В каких-то квартирах Милиции Вязала 2-12-85-06 2-12-85-06 Ну я была довольна Чем он занимается Потому что мне это уже Очень нравилось И когда рок-клуб Открылся По трубам лезли По крыши Было столько Народу Скажи мне Что я сделал тебе Зачем эта боль Но это без объяснений Это видимо Что-то в крови Это было Как бы революционное время И Совершенно неповторимая атмосфера Ленинградского рок-клуба Рок-клуб это было место Людей Действительно Свободных взглядов Рок-клуб Был создан Как возможность Дать Выйти на свободу Каким-то накопившимся энергиям Комитет госбезопасности Насколько я понимаю Решил Что гораздо проще Когда все эти Хулиганы будут В одном месте И легче будет вести учет И слава И честь им И хвала Потому что они Молодцы Они всем очень помогли Тогда По этой песне Нет конца и начала Но есть эпиграф Несколько фраз Мы выросли в поле Такого напряга Где любое устройство Сгорает на раз Я Так сказать Дитя Русского рока И Дитя бунта Конца 70-х годов И поэтому Творчество Бориса Борисовича Конечно Напрямую Оно Как-то вот Повлияло на мое мировоззрение В свое время Вообще Русский рок Это был толчок К познанию Каких-то высоких вещей В частности Православия Религии Не прячь от Бога Голоса А то Папа Пойдет Нас Небесный Грот Иерусалим Горит Сквозь Холод И И вот Он Стоит Вокруг Нас И Ждет Я прихожу учиться Как ни странно На мой концерт Потому что это Глубочайшая философия Это глубочайшая вообще Поэзия Я даже в проповеди Употребляю Какие-то вот его Элементы Какие-то вот его поэзии Его цитаты Потому что это Не в бровь, а в глаз Какие-то вещи Спасибо Не совсем нам Иногда Понятный Не всегда Не всеми Принимаемым Да и Черт с ними Да, прости Господи Но вот он Такой Вот я вам скажу Чуть Немножечко Выпрямляешься Чуть Чуть Начинаешь Вот Начинаешь Задумываться Короче Когда слушаешь его А говорить-то мало Понимаете Когда слушаешь Как поет Поет, конечно Больше Начинаешь О чем-то думать О чем-то О другом Вы знаете Наверное Это как С пчелами Потому что Пчела Много где летает Видит много Красивых цветов И все это В ней превращается В мед Вот у меня С музыкой Наверное То же самое Я с утра Поднимаюсь Иду в студию И В студии Времени не хватает В студии Добираюсь До дома Чуть-чуть Где-то вечером Проедусь Может быть Вечером Ночью С утра Опять в студию Времени не хватает Это ужас Окей Так что Собираемся Теперь Едем дальше А я что Мы выезжаем Скоро будет Как у вас Нормально? Скоро Порю Кроме культуры Ничего не интересует То есть вот мы видим У нас есть еще представители Очень уважаемые Замечательные люди Музыканты Партнеры Поэты Которые тем не менее Не забывают Где-то какие-то Купить акции Там я не знаю Какую-нибудь квартирку Приватизировать Домик какой-нибудь построить Особнячок Сгрести С Борей Гребенщиком Ситуация абсолютно Противоположна То есть его собственность Это в основном его тело При этом он Владеет Ключами От таких типов пространства Которыми Очень многие из нас К сожалению Не владеют Ну как Когда я вижу в журнале Хорошую дорогую машину Или деньги Или быт Я смотрю на эти картинки С большим удовольствием Но У меня в жизни И так есть гораздо больше Того Что мне нужно И в принципе При моем возрасте Уже Можно от всего Отказаться полностью И существовать Только на Каких-то подножных вещах Что в общем Я и стараюсь сделать Зачем человеку Дорогие машины Например От того Что ты купил Самую дорогую машину Ты лучше не становишься Нет Но окружающие Могут посмотреть Облизнуться Сказать Вау Как круто Но они скажут Круто не по отношению К тебе А по отношению К машине Ты не становишься круче От того Что у тебя машина Или Одежда вся От кого-нибудь Там Я не знаю Кто Кто теперь Находится на топе Ты от этого Лучше не становишься И вот Когда есть выбор Стать самому лучше Или окружить себя Престижными Значками Я думаю Что лучше Стать самому лучше Потому что Ты от этого Получишь больше удовольствия А как говорить На метро Или на машине На метро Даже удобнее В метро читать можно Просто мне Добраться от дома До студии Удобнее на машине В метро Не ходит Да Но пешком Есть сложности Объектные Часто приходится Слышать Такое Шипение Кмещиков 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 Вот это Оно очень достает Но в машине Проще И быстрее На самом деле Я хожу Медленно Мочалкин Блюз Хочу я всех Мочалок Застебать Ножа в своей Ногой На мощный Фуз И я пою Крутую Крутую Песнь Свою Мочалкин Блюз 1987 год На экраны Выходит фильм Сергея Соловьева Асса Поколение дворников И сторожей Выходит из подполья Аквариум Становится Самой популярной И официально Признанной Рок-группой Каков твой Номер Шесть Каков твой Пол Женский Иду на ты Иду на ты Песня Гребенщикова Поет Вся страна Иди Сползает По крыше Старик Козлодоев Пронырливый Как Коростей Стремится В окошко Залезть Козлодоев Какой-нибудь Бабе В постель К тому времени Когда я его снимал Он был уже Абсолютно Сложившимся Поэтом Абсолютно Сложившимся Музыкантом Абсолютно Сложившейся Личностью Абсолютно Поэтому у меня Была такая роль Телевизора Понимаете То есть Что туда засунешь То оно и Как бы Дойдет До Желающих А ты что Действительно сам Эти песни сочиняешь Да нет что Только такой Не образованный Мужесть И какой может Не знать песен Гребенщикова Кто это Бог от него Сияние исходит Многое из того Что происходит В моей жизни Происходило И скорее всего Будет происходить Непосредственно Связано с Борис Борисовичем И мой творческий Псевдоним И ряд направлений Которые меня По-прежнему Интересуют в жизни Безусловно Инициированы Борис Борисовичем Оп И чтоб кабину Не качать Да Юг и не жарко А что тут удивительно Все-таки зима Действительно Люди в деталях И очень внимательно Изучают И помнят Многие очень Произведения Гребенщикова Которые для многих Прозвучали в те годы Еще Настоящее откровение Под небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой Парадокс состоит в том, что, приглашая Бориса Гребенщикова писать музыку к фильму, Соловьев даже не знает, как выглядит легенда русского рока. Я просто когда по телефону спросил, говорю, Борь, хорошо, я к вам приеду там, а как вы выглядите? Здесь была такая мхатовская пауза, поискал, у меня такой худенький блондин. На всякий случай я буду держать в руках газету, конечно, понимая степень моего идиотизма. Я все время шучу, что я жду, когда мне Джармош или Тарантино предложат что-то, потому что я к ним не безразличен. Но я думаю, что им моя музыка нужна, как собаке пятая нога. И меня вполне устраивают их картины без моей музыки. А Сергей Соловьев уже не представляет своих фильмов без музыки Бориса Гребенщикова. Мне очень повезло в жизни, что мне удалось встретиться с большим количеством людей, которых хочется любить. Так что я к Сереже отношусь, нет, даже не с почтением, я просто его люблю. Знаете, когда любишь, это понятие любовь вмещает в себя все. И почтение, и уважение, и нежные чувства, и дружба. Кайфуем, кайфуем все! По земному шару рассеяна масса людей, которых я очень люблю. Периодически мне удается с ними встречаться, посидеть, кофе выпить. Получаю массу удовольствия. Пожалуйста, в этом доме. Кофе, чай, чай, чай. Танцую. Но мы с ним знакомы года, наверное, 60-го или 61-го. Просто мы жили с ним в одном доме, на Алтайской улице города, еще Ленинграда. Там, где я родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличным от луны. Все детские годы мы довольно плотно общались. Я заходил к нему домой, видел его в каком-то быту. Первая звезда мне сказала, ты первый. Ветер научил меня ходить одному. Он был очень сориентирован все равно на культуру, на музыку. Благодаря его мать, маме Людмиле Харитоновне. Еще была бабушка жива, тогда Екатерина Васильевна. Милейший человек, которая, собственно говоря, показала Борису первые аккорды. Мы понимали, что наш интерес к рок-н-роллу в те годы должно что-то вылиться, мы это чувствовали. Тем более, опять Людмиле Харитоновне, она его стала водить на рок-концерты тех лет. Мама вообще главный учитель человека по жизни, потому что мама учит любого человека, как правило. А самые чуткие годы жизни, самые нежные. Да я ей обязан даром вдвойне, потому что она водила меня на концерт, которую сама, может быть, даже не всегда понимала. Но она считала, что нужно, чтобы я это видел, и с мамой мне очень повезло. У меня были проблемы, я зашел чересчур далеко. Нежные днища нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала, немедля звони человеку из Кемерово. Матыш, у меня поезд, я отпаснула. Он начал писать стихи в восьмом-девятом классе. Он мне читает стихи. Наконец, я говорю, коренька, как-то слабо. Он говорит, а эти? Я говорю, эти тоже не очень. Он говорит, а вот третий прочитал. Я говорю, ну так вообще не говорят. Он говорит, ну так вот, это были Ахматова. Ахматова, кто там еще в те знаменитости? И после этого он меня уже не спрашивал, мое мнение. Мне кажется, не учитываешь еще одного, что как-то вот хочется, ну какая-то просто потребность есть. Ты понимаешь, вот такой заводки, которая бы вот давала. Вот это давал Рок и Элли Спросси. Публика, знаешь, вот сама, сама старается вроде бы раскачать сильнее. Я делаю не то, что я не хотел, а только я начал. Я понимаю. Ну он же учился-то математиком. Ну я себе представляла, пусть необыкновенный успех, он необыкновенный математик. Он на международной конференции стоит у доски и пишет формулы. Ну какая от этого мне радость? Никакой. Я кончил школу, потом поступил в университет. А поскольку в то время прикладная математика считалась цирком, потому что это было только что новый открытый факультет, всех принимали. Ну и я туда заодно попал. В университете, слава богу, буквально через полгода я столкнулся с тем, что там кто-то у нас репетирует в актовом зале. Я стал туда проникать, постепенно как бы сдружился с этими людьми. Потом, когда игру произвалилось, пришлось свое делать. И мы начали с того, что придумали название. Так в 1972 году рождается группа «Аквариум». Борис Гребенщиков – гитара-вокал, Анатолий Гуницкий – ударная. Потом начали играть, и играть, и играть, и у меня были какие-то проблемы с властями факультета из-за этого. Потом поступил работать в научно-исследовательский институт комплекса социальных исследований, который был вообще цирком в цирке. И где спокойно можно было заниматься чем угодно. Я в дневное время занимался переводами, а вечером ездил, отвозил перфокарты на счетную машину. Это везде перфокарты был свободен, там уже можно было заниматься игрой на музыкальных инструментах. Я инженер на сотню рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Состав молодой группы расширяется, но «Аквариум» играет где придется. Постоянного места для репетиций у музыкантов нет. Раз, два, три, четыре. Поскольку мы мобильные были, флейта, реолончель, акустическая гитара, то мы могли, собственно, сесть где угодно. Но дело в том, что сесть где угодно было невозможно, потому что если сядешь где угодно в людном месте, придут милиционеры, тебя оттуда сгонят. И по опыту выяснилось, что инженерный замок – это зона, куда милиция заходит реже всего. Аквариум по-прежнему живет полуподпольной жизнью. Записывает альбомы на квартирах. Поскольку у нас была подпольная студия, где можно было что-то писать, то как-то и хорошо. С делом заниматься можно уж, что это не принесет общественных благ, но и бог с ним. Что важнее – общественные блага или музыка? Я мог бы быть таким же, как ты, и это бы было верней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Приходили домой туда, на улицу Софьи Перовской, так она тогда называлась. И чтобы дышать, я должен держаться корней. И торжественно слушали в окружении не только аквариума, но и всех участников вот этой записи, ближайших друзей. Собиралось на этой коммунальной кухне по 30-40 человек. И вот слушали этот альбом. На большом звуке собирались все жильцы, которые тоже с Борисом дружили, соседи по коммуналке. Это было очень интересно – слушать вот эти альбомы. Ну, конечно, мы не сидели как монахи там, понимаете. Какие-то были, конечно, интересы прекрасным дамам, которые были нашими ровесницами. Или даже чуть помоложе. Конечно, тоже это все было, разумеется. В те годы у нас практически не было понятия употребления алкоголя. Это, может, странно прозвучит. Не потому, что нам было это неинтересно вообще, но мы могли, я помню, могла появиться одна пустота сухого вина человек на семь. И нам этого хватало, нам не было вообще нужно ничего больше. Это, наверное, покажется смешным, но это факт. Ну-ка, пейчи стаканы на стол, ну-ка, пейчи стаканы на стол, ну-ка, пейчи стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Это было очень как-то радостно. Мы с Севой Гакелем, ялончелистом аквариума, всегда мыли эти горы посуды вдвоем. Дюша, как правило, возглавлял поход в соседний магазин за вином. При этом, например, если вся наша компания и его группа в том числе Сильно загуляв под утро, могла в следующие полдня спать или опохмеляться То я не помню, что Борис так бездарно тратил время Он погуляв, тем не менее, рано встав, уединялся с гитарой, с блокнотом И часто рождались новые песни, а это его всегда отличало Я проснулся смеясь, я спустился вниз, я вернулся назад Я проснулся смеясь над тем, каким мы здесь Но хотелось бы, чтобы времени было часов на шесть, по крайней мере, больше каждый день Потому что вы не представляете, как много лежит музыки, до которой мне просто руки не добираются Мне не успеть Очень хочется У меня на выходе получается только музыка Ну и радиопередача последние три года Раз, два Древние говорили, что музыка создает пространство, в котором обитают наши души Так вот, я хочу рассказать вам немножко о той музыке, которой питается моя душа Я ее периодически слушаю, вместе сидя со своей мамой И действительно, он выдает абсолютно энциклопедическую информацию Один, два Мне просто великолепно Три, четыре Когда враги задумали уничтожить гениального певца Тансена Они подговорили императора Акбара приказать ему петь Рагу Дипак С приказом императора не поспоришь Тансен начал петь И поначалу во дворце начали сами собой загораться свечи Потом ткани Потом царедворцы А потом и сам певец Конец восьмидесятых Начинается перестройка Рокгруппы выходят из подполья После триумфальных выступлений в лучших концертных залах Ленинграда И официального признания заслуг аквариума Борис Гребенщиков уезжает на Запад Многие считают это предательством Американский роман Бориса Я бы назвал не самым удачным этапом в его жизни Тут, на мой взгляд, он совершил просчет Ему, конечно, надо было настоять на том, чтобы в этом проекте участвовала вся его группа А Борис выбрал такой путь одиночки Борис Гребенщиков записывает первый англоязычный альбом Radio Silence совместно с Дэйвом Стюартом из группы Uritmix Музыкант гастролирует по Америке и у многих складывается впечатление, что на родину он уже не вернется Насколько я знаю, он никогда не собирался уезжать Мы с ним встречались в Америке, я был на его концертах в Америке Позвольте представить вам дорогих друзей из прекрасного города Ленинграда Его всегда хорошо принимала публика, и в Америке в том числе Но не было ни в его пластинке, ни в пении на английском языке Не было такой гармонии и такой, я бы так сказал, необходимости Его песни всегда были необходимы родине Я пою-то не для американцев, и не для тибетцев, и не для индусов, и не для японцев Я счастлив, когда они меня слушают, но в основном-то у них есть своя музыка У них есть много замечательной музыки И мы им абсолютно не нужны А те, кому мы нужны, находятся здесь Наши физические перемещения, они на самом деле ничего не значат Гораздо важнее то, что происходит у нас в голове и у нас в сердце Я не могу оторвать глаз от тебя Алиса, дочь Бориса Гребенщикова, от первого брака Когда я понимаю, что мне уже ни один человек в мире не поможет Тогда я звоню папе, встречаюсь с ним В принципе, я уже могу ничего не рассказывать С будущей женой Натальей Борис знакомится в компании друзей-музыкантов Несмотря на рождение дочери, супруги расстаются Вторую жену, Людмилу, Борис уводит у своего друга и музыканта-аквариума Всеволодогакеля В 85-м рождается сын Глеб У Людмилы непростой характер Да и у Бориса не сахар Второй брак тоже распадается С третьей женой Ириной Гребенщиков живет в мире и согласии вот уже 20 лет Что-то соловьи стали петь слишком громко Новые слова появляются из немоты Такое впечатление, будто кто-то завладел моим сердцем Иногда мне кажется, что это ты Я свою жену люблю и что к этому добавить, я не знаю Потому что рассказывать про людей, которых любишь, сложно Господи, пошли мне слова, чтобы я что-нибудь по этому поводу сказал Она совершенно и прекрасна Что я могу сказать еще Борис и Ирина растят троих детей Я учился быть ребенком Я искал себе причем Я очень хорошо помню, как я был в их возрасте И поэтому я знаю, что на любое давление со стороны родителей Дети находят, чем откликнуться То есть они придумают новые методы ухода в подполье Так зачем это делать? У каждого своя дорога И никто не понимает, что родители не ведут ребенка за руку По своей родительской дороге А ребенок идет сам, у него своя Единственное, что могут делать родители, мне кажется, это вот Если ребенок оглядывается вот так вот Они им говорят, да-да, хорошо Или если он вдруг оглядывается и теряет равновесие Они им говорят, держись Я их никогда не воспитывал Они в основном были на жене То время, которое у меня было Я не то, что им посвящал Мне тоже интересно с ними было общаться Но это очень небольшое время К моему теперь очень большому сожалению От родителей хочется одного Я горжусь тобой, дочь Все, больше этого достаточно вполне Она умница Он герой Он голос России Настоящий голос России У него фантастическая энергетика и прекрасное сердце У него широкий кругозор Новые идеи, новые звуки Он великий музыкант Один из лучших Я не понимаю всего, что он говорит Иногда я не понимаю до конца смысла песен Но я чувствую их сердце Я считаю его старым другом детства С которым я более 25 лет уже Ну так, с перерывами Занимаюсь любимым делом А чей это? Вовкин? Вовкин? Он внутренне не изменился Может быть он изменился как-то внешне, понимаете Там бороду отрастил или еще что-то, понимаете Но он великий человек С ним приятно работать Мы столкнулись с ним, работая над спектаклем кухни Какая свадьба? Причем здесь свадьба? Почему на кухне? Я его попросил написать музыку Меня много раз спрашивали А почему, собственно, Гребенщиков? Потому что это мог для моего восприятия сделать только Боря Если какой-то мой близкий знакомый Или человек, которого я искренне уважаю Попросит меня что-то сделать для него Я ценю свои силы, возможности и время И скажу, что если я могу это сделать Мне будет интересно, я попытаюсь Ну я пришел к композитору поговорить Композитор, значит, с утра меня принял Значит, все вокруг вдымилось Мы просидели, промолчали где-то минут сорок И, значит, режиссер ушел Композитор расстался со своей музыкой Понимаете, как вот сказать Вот что это было? Ну это неважно, поскольку никак на историю не повлияло Я ему так рассказал Пьесу, да, по-моему, он ее и прочитал, это потом Это ответственнейшая безответственность Она такая, безответственность несколько такого высокого плана Это свобода в творчестве и излиянии, понимаете Это вообще мало кто может себе позволить Я настаиваю на этом То, что делает и то, как живет Борис Борис Кребенщиков Мало кто, не то что в нашей стране, а в нашей стране подавно А вообще в мире мало кто может себе позволить Он честен перед собой Как мне кажется Он делает то, что считает нужным Он идет своей дорогой И не то, что плевал он на всех, кто на него А он так на них, я думаю, так смотрит и улыбается Что долгу быть собой Борис Борис Кребенщиков Все время разный А его борода Объект смелых экспериментов Прижатшие улы Упадок навсегда У меня борода была разных цветов Ну, если есть борода, хочется показать товар в лучшем виде Но очень сложно красить бороду фломастером Никому не рекомендую Ну, не было красок для бороды Акварель не берет От гуаши слипнуться От масла тем более Приходилось идти на крайне трудоемкие методы Это было тяжело Когда шел арт-рок парад по первой Асе Там это было месяц или полтора месяца Боря появлялся раза два или три на этом РП Два или три раза появлялся совершенно новый человек Даже он был в шляпе Потом он был в какой-то там камеловке восточной Потом он курил какие-то, значит, там сигарилии Потом он курил индийские палочки Значит, причем все это было сделано с абсолютным чувством стиля Ну, а его вот такие обуревали какие-то настроения Они с него не ушли абсолютно Просто все это... Сегодня то, что казалось формой какой-то нечеловеческой Сегодня это выглядит абсолютно нормальным академизмом Несмотря на сотни имиджей, которых он переменил На то время, которое я его знаю, да Он всегда оставался Борей И всегда оставался самим собой Извините, дядька, если что-то случилось А чем вы давно были светлые Я думаю, что... Зум-зум-зум-зум-зум Он, в моем ощущении, вообще всю жизнь поет одну песню Но это замечательная песня Масса людей пытались ему подражать И это совершенно бессмысленно Хотя кажется, что это не так сложно Придумать что-то такое заумно-мудрое А воткнуть туда несколько индийских или тибетских терминов Добавить немножко шотландской или ирландской такой музыки Вот, и вот-вот тебе говорят Не, нифига, это так только кажется Что за песня, Толик? Русско-обесинская народная песня ушельцев Исполняется на ушельском языке Не очень сильное такое бардовское начало И именно это бардовское начало Поэтическое начало поэта с гитарой В какой-то степени вызывает повторение Одни и те же гармонии Одни и те же интонации Да, хотя Борис всю жизнь с этим борется успешно Но, тем не менее Люди, которые, скажем, с самого начала Ну, не взлюбили, скажем, эти гармонии Они имеют право бросить в него палку И говорить, что он повторяет Напомни мне, если я пел об этом раньше И я спою это снова Я не знаю ничего другого Ну, это комплимент Который я даже не заслуживаю, наверное Я пою то, что мне нравится Поскольку я не меняюсь И, соответственно, и песня одна и та же Я думаю, что моя музыка существует В том пространстве И на том месте, на котором она должна быть Те, кто хотят, могут ее послушать Те, кто не хотят Не обязаны это делать И я надеюсь, что они даже не столкнутся С моей музыкой Я же зал не вижу Всегда меня спрашивают А что вот ваша публика? Ну, откуда же мне знать? Я же не вижу публику Но гнилыми апельсинами не кидают Уже хорошо Борис не врет Он действительно работает для себя Он работает и для публики Но работает он для себя То есть публике он отдает Но работает он для себя Смог бы он без публики? Я думаю, что смог бы Она была бы другая Их бы было два человека Их бы три бомжа Четыре дворника Понимаете? Восемь членов-корреспондентов Академии наук И все бы они сидели в одной комнате Зажгли бы свечки Понимаете? Эти запахи его И он бы сидел и выпел Бориса Гребенчакова В последнее время упрекают В чрезмерном увлечении Восточной культурой И склонности к буддизму Я, 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 я ушел В тонкий мир с головой Мне снилось, что я умер И мне снился, что я живой Пошел в магазин Купил себе брошуру Даже у моей козы Есть гуру Я, 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 я ушел В тонкий мир с головой Пусть называют хоть буддистом Хоть кем угодно Какая разница, как меня называют? Когда мне говорят, что Боря ушел в религию У меня всегда смешно немножко Боря у нас математик Он закончил математический факультет Он исследователь Он прошелся, по-моему, по всем религиям мира Кроме ислама Насколько я помню Хотя, может, я что-то не заметил Он это препарирует внимательно Изучает все составляющие Но По-моему, и все Поиски Бориса Это нормальные, естественные поиски Нормального русского человека Вот и даже, знаете, вот в альбомах Вот отражается Так сказать Решальбом, что же так понесло его туда Или там, значит, там русский бродяга Там нормально, все хорошо Поэтому его произведения Это живые произведения Это живые такие вот Этюды Души ищущей Бога А где он ищет? Сегодня в буддизме Там завтра в православии Серебру Господа моего Серебру Господа В конечном итоге Все-таки, вот, знаете, он походит-походит Все возвращается к православной России Боря не представитель конфессии Да Вот Он глубоко верующий Настоящему православным человеком Вот А его буддизм Это следствие Я бы сказал Широты Его православного сознания Борис Гребенчиков Многим кажется личностью загадочной Кто-то считает его сталкером Указывающим людям дорогу к истине А некоторые всерьез полагают Что он обладает сакральными знаниями Я все-таки предполагаю Что дело значительно проще Вот есть человек Я в данном случае Который занимается тем Чем ему нравится заниматься Довольно много лет И есть плоды Того, чем я занимаюсь Вот песни Вот альбомы Вот радиопередачи Вот концерты Все Это мое общение с миром Я беру от мира то, что мне нужно И отдаю то, что у меня получается То, что я считаю, что у меня получается Думаю, что на этом наше общение с миром В общем И исчерпывается Я ничем особенно не отличаюсь от тех остальных Я не гений ни в чем Я вот гармонию и красоту люблю Да, это во мне есть Но это каждый любит И каждый хочет быть счастливым Папа ищет себя Идет к себе Пытается знать, какой он Через что-то В его случае это через музыку Чтобы его поиски Они в конце концов привели к истине Я очень его люблю Желаю ему Здоровья, душевного равновесия И еще Много песен хороших Которые буду ждать с нетерпением Ощущение Жуткой надежности за самого себя Потому что Есть Боря Спасибо тебе, Боря У тебя есть ученик Мне больше ничего не надо И я считаю, что каждая мать мечтает о таком А еще, а еще А я так надеялся Давайте Мы стояли на плоскости С переменным углом сражения Наблюдая за пол Приводящие пейзажи в движение Повторяя слова Движенные всякого смысла Но без напряжения Без напряжения Спасибо 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 Спасибо